Здравствуйте, меня зовут Полина Боттичелли, я психолог, и в этом видео я хочу сделать небольшой психоразбор нашумевшего фильма «Субстанция» с Дэми Мур главной роли. Для начала хочу просто сказать про сам фильм. У меня, конечно, создалось впечатление, что создатели фильма намеренно давят на кнопки, которые в психике людей вызывают отвращение. И зачем это сделано, я не понимаю. И здесь у меня даже к вам вопрос, если вы знаете, есть ли любители именно испытывать отвращение при просмотре фильмов и с какой целью это делается, то напишите, пожалуйста, мне очень интересно. То есть я думаю, что, ну, наверное, создатели фильма делали на это ставку специально, но какой в этом смысле я не понимаю, потому что меня заставило досмотреть фильм только то, что я уже собиралась сделать по нему разбор, потому что это популярный фильм. Но если бы не это, я бы выключила фильм уже где-то там минуте на десятой, наверное. То есть я не получаю удовольствия от того, что мне показывают отвратительные вещи. И хотя фильм ужасов, ну, как бы я понимаю, в чём смысл фильма ужасов. То есть там всё логично. Вы испытываете страх, при этом вы находитесь в безопасности, и таким образом вы получаете вот эти приятные гормоны, которые мозг вырабатывает после того, как вы испытали страх, но избежали угрозы. Вот, то есть это такой механизм, который вполне логичный, понятный и объясняет, почему люди любят смотреть фильмы ужасов, хотя, кстати, тоже не все. Вот, но почему люди, это не фильм ужасов, это фильм какой-то отвращу ужасов, и почему люди любят смотреть фильмы отвращу ужасов, я не знаю, и мне это очень интересно. Напишите, если вы знаете. Да, ещё я не могу пройти мимо того факта, что мне, как человеку, любителю биологии и естественных наук, конечно же, сильно бросилось в глаза, насколько создатели не стремились вообще какую-то реалистичность придать. Ну, как может человек вылезти из спины другого человека, а потом вот это зашить, всё без дезинфекции, и потом всё это месяцами, типа, никакой гангрены не было. Да и вообще, как бы, ну, это понятное дело, что, конечно, такое в жизни быть не может, какая бы там технология ни была, и что бы там ни были за химикаты, которые она у себя вводила. Вот, но это опустим, допустим, тоже никто не пытался какую-то достоверность придать этому делу. То есть фильм такой, гротескно отображающий вот именно идею нарциссической компенсации, нарциссических защит. Вот об этом я хочу поговорить. Если вы всё-таки посмотрели фильм, может быть, вам будет интересно узнать, о чём он, ну, с моей точки зрения. То есть, что я увидела в фильме, какие смыслы. Ну, смысл такой вот примерно, как на вот этой картинке. Когда ты пытаешься подстроиться под кого-то или под что-то, ты исчезаешь, что и происходило с главной героиней. Почему я считаю, что она пыталась подстроиться? Ну, вообще, конечно, здесь речь идёт о нарциссических травмах, о нарциссизме. И вот нарциссизм, по сути своей, это что? Это постоянная нужда во внешнем подкреплении собственной самооценки. То есть, не получая внешнего подтверждения в своём каком-то великолепии, человек впадает в ужасное состояние и ненавидит себя и считает свою жизнь бессмысленной. То есть, когда нет вот этой внутренней опоры, с детства ребёнку не сформировали ощущение, что я хороший, меня принимают таким, какой я есть, а при этом ребёнка как бы ему транслируют, что ты должен быть каким-то великолепным, идеальным, потрясающим, восхитительным, только тогда как бы это окей, и ты имеешь право на существование. Ну, получая такие послания, ребёнок вырастает зависимым от внешней оценки и постоянно стремится достигать, достигать, достигать. Что мы видим на примере главной героини? То есть, она не представляет себе свою жизнь без вот этой внимания, публики, славы и успеха. И когда именно в силу возрастных изменений неизбежно происходит то, что карьера её идёт вниз, её увольняют, для неё это непереносимо. Также обратим внимание, что у неё в жизни, по крайней мере в фильме не показано, у неё нет ни одного близкого человека, она ни с кем не общается, она вообще почти в фильме не говорит никаких слов. И понятно, и у неё нет, мы не видим ни хобби, ничего, мы видим у неё вот этот портрет красивый висит в гостиной, как такой самый главный акцент, это селф, то, что Юнг называл селф. То есть селф-персона ещё говорится, это та часть психики, которую человек предъявляет окружающим. То есть вот у неё есть истинное «я», которое сидело и жрало перед телевизором, потому что она себя ненавидит на самом деле. И есть у неё вот это ложное «я», которое она предъявляет окружающим. И, соответственно, человек с нарциссической травмой, он вынужден инвестировать все свои усилия, деньги, время в селф, потому что ему кажется, что его истинного, ну даже нет шансов, что кто-то примет и полюбит. И это мы видим вот в метафорическом, когда она собирается на свидание со своим одноклассником, она пытается всё-таки дать шанс истинной себе, и у неё не получается. Она не может принять себя такую, какая она есть, она не может принять свой возраст, и она не идёт в итоге на свидание. И таким образом она как бы проигрывает, потому что селф — это такая интересная штука. Как будто бы есть у человека ожидание, что когда он достаточно получит вот этой обратной связи от мира, что когда-то он своего истинного себя всё-таки вытащит из тени, и кому-то покажет, и будет принят. Такая надежда бессознательная обычно у человека с нарциссической травмой есть. Но, к сожалению, это так не работает, и это надежда беспочвенная. Потому что если мы инвестируем только в селф и показываем другим людям только селф, то другие люди и не знают нас настоящего, и они будут ожидать, что мы будем вот такими, какими мы хотим казаться. И получается, у нас настоящих друзей не будет, если мы только демонстрируем селф. Потому что настоящие друзья должны как бы притянуться к настоящему я. А если мы его никогда не показываем, то у нас будут только те друзья, которым наш настоящее я как бы неинтересно, нам им интересен селф. И обычно это люди, которым интересны мы как функция. Вот в случае такой сильной нарциссической травмы, то, что мы в фильме видим, ее этот начальник, он в ней заинтересован только как в функции привлечения внимания толпы и принесения денег его бизнесу. И так далее. То есть все люди, которыми она окружена, кроме, может быть, одноклассника этого, заинтересованы в ней именно как в такой функции. Хотя про одноклассника мы ничего не знаем. Может быть, он тоже не знает ее настоящую. Может быть, она уже в детстве не проявлялась по-настоящему. И поэтому у него о ней представление тоже ложное. Ну и как бы мы видим эту глубокую ненависть к себе и непринятие себя настоящей. А человек настоящий, он что? Он слаб, он нуждается в других людях, он иногда выглядит не комильфо, он стареет, у него есть тело, которое там, не знаю, пахнет и так далее. И вот это принять в себе вот эти все части, которые не похожи на глянцевую картинку из журнала, как раз и должно, если человек хочет себя любить. Вот. А здесь мы видим такой путь саморазрушения через попытку подстроиться под других. И символически в конце героиня из желания стать прекрасной становится уродливой, максимально уродливой, и еще и позорится перед всеми. Я думаю, это такая гротескная метафора, по крайней мере, я увидела здесь гротескную метафору, вот попытки подстроиться под меняющиеся, на самом деле, общественные стандарты. Это то, что мы видим сейчас, к сожалению, сплошь и рядом, как девушки обращаются к пластическим хирургам, всякое себе там колют, вставляют импланты и так далее, как бы уродуя свою изначально, может быть, даже очень классную генетику и свою внешность, ну вот там гигантские губы и прочее. И на самом деле, вместо того, чтобы стать еще красивее, они становятся уродливее, особенно учитывая то, что с возрастом, конечно, вот эти все вещи, они нуждаются в постоянной коррекции, насколько я знаю. И многим людям, в принципе, такое не нравится. Вот я, например, все эти вмешательства, если они не какие-то по медицинским показаниям или действительно необходимости исправить какое-то уродство, вот нормальный человек, да, он может не Синди Крофорд и не Анжелина Джоли, но он обычно красивее выглядит, когда он естественно натуральный, нежели когда он что-то в себя напихал. Но это мое субъективное мнение. И поэтому, ну здесь вот создатели фильма, я думаю, как раз как бы высмеивают вот эту попытку людей стать красивее через методы, которые на самом деле уродуют. И вот здесь мы это и видим. И очень здорово придумано, что они так взаимозависят, вот это вот селф и истинное я. И что чем больше истинное я отдает селф, тем оно само становится слабее и болезненнее. Действительно, я думаю, так и работает. В этом смысле мне понравилась метафора и задумка фильма. Но как эта задумка была воплощена, мне не понравилась. Я об этом уже сказала, и мне сложно на самом деле сдерживать, насколько отвратительно. Ну можно же было эту задумку сделать, подать как-то красивее, эстетичнее. Вот, например, фильм «Чёрный лебедь». Там похожая идея, но сделана гораздо красивее, по-моему. Гораздо утончённее и элегантнее. Ну, не буду судить, да несудимо буду. Наверное, какие-то были причины у этих создателей, чтобы именно таким фильм сделать. Ну, Дэми Мур, конечно, прекрасна, несмотря на то, что она позволила с собой сделать гримером. Ну и в целом хочется сказать, что такой фильм, если задуматься, ну может как бы вызывать сочувствие к людям с нарциссическим расстройством личности. Я думаю, что это самое лучшее отношение, хотя такие люди, они очень много боли зачастую причиняют окружающим и вызывают много, наоборот, ненависти, гнева. И я даже среди психологов, блогеров, часто вижу, как говорят, нарцисс хочет нас унизить, нарцисс хочет сделать нам больно. Нарцисс сам страдает и хочет сделать хорошо себе. Вот и всё. И поэтому, ну как к пациентам надо относиться к таким людям, если это, конечно, не ваш близкий человек, потому что если это ваш близкий человек, то вам прежде всего нужно позаботиться о себе, как не подвергаться разрушительному воздействию. Как сказал Карл Юнг, раненый ранит, исцеленный исцеляет. И действительно, люди с нарциссическим расстройством личности, они очень сильно могут ранить окружающих, и поэтому приближаться к ним стоит, только если вы очень устойчивый, пролеченный врач, наверное, так. Ну или как бы просто вы очень устойчивый человек, которого критика, обесценивание не ранит. Если вас ранят обесценивание и критика, лучше с нарциссами не связываться. Ну вот, на этом у меня всё. Если видео вам было полезно, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, записывайтесь ко мне на онлайн-консультации, как к психологу. С вами была Полина Боттичелли. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok